На днях в Америке произошел громкий скандал, когда нескольким русскоязычным иммиграционным адвокатам, блогерам и журналистам были предъявлены обвинения в нелегальных схемах. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, подписаны на людей, которые рассказывают про иммиграцию в США, в Канаду и в другие страны. Я сам до переезда в Канаду залипал на подобных видосиках. Возможно, тот блогер, которого вы ранее смотрели, сегодня сидит в тюрьме. Я хочу обсудить ситуацию, которая сложилась, почему она может испортить жизни сотням и тысячам людей, и мне будет помогать Ивана Павленко, канадский иммиграционный консультант и также моя жена. Привет. Давай кратко расскажу, что произошло. 18 февраля прокуратура Южного округа Нью-Йорка, представители ФБР, иммиграционные службы и прочих правительственных организаций обвинили 9 человек за то, что они делали фальшивые заявления о предоставлении убежища, а также учили своих клиентов лгать под присягой во время иммиграционных процедур. В деле замешано несколько адвокатов и паралегалов. Им помогал популярный блогер, журналист, который сочинял все эти кейсы и прочие ребята. Ничего себе. И среди 9 человек я бы выделил одного. Это Юрий Моша. Считается, что он один из первых, кто начал рассказывать про жизнь в США в Ютубе. Также он основал такие проекты, как «Русская Америка» и «Второй паспорт», направленный на иммиграцию в Америку и по всему миру. Подожди, ты же с ним записывал интервью? Да, был такой грех у меня. Я записал интервью с Юрием, меня закидали дизлайком, обвинили, что я продался, что я взял деньги у такого спорного человека. Я хочу сказать правду, что мне никто денег не платил. Правда, потом ребята из его команды Юрия мне несколько лет писали, предлагали провести платное интервью, купить рекламу на сайте, но я отказывался. Да, ты знал. Я не буду называть кого-то мошенниками, пусть американский суд разбирается, кто там преступник. Я хотел бы обратить внимание на несколько другой момент. Юрий запускал франшизу, которую надо было приобрести и далее оказывать иммиграционные услуги. Насколько я понимаю, она была достаточно успешной и много клиентов Юрия могли как раз попасть в США через политическое убежище. Вообще, для моей семьи это больной вопрос, потому что до эмиграции в Канаду я всегда мечтал жить в США. Да, я помню, ты вредил Америкой. Да, это правда. И вот когда я изучал способы, как все-таки можно эмигрировать в США, там все сводилось к двум вариантам. Первый способ это, что вы должны чаще всего придумать, что вас там притесняют или по сексуальным каким-то моментам. Ну, у меня трое детей, тут я не прокатываю. Или что там кто-то там бьет, обижает из правительства. Тоже все нормально, врать я не люблю, поэтому мы сразу этот вариант отмели. А второй способ, как попасть в США, это нужно инвестировать много-много денег, поэтому тоже автоматически мы не стали рассматривать этот вариант. Сейчас мы живем в Канаде и, в принципе, я, наверное, не сильно жалею, что мы сейчас не в США. В США вообще плохо развита квалифицированная эмиграция. В Канаде в этом плане все прозрачнее. Есть более ста иммиграционных программ, есть требования к кандидату. Если эти две вещи совпадают, то добро пожаловать в Канаду. В большинстве случаев это ПМЖ. Да, и когда вы три года проживете в Канаде, когда у вас есть постоянное резидентство, вы уже можете подавать документы на получение канадского гражданства. Вы станете таким гражданином с канадским паспортом. Это круто. Совершенно верно. А еще я хочу отметить, что для обработки большинства заявок в Канаде используется система экспресс-энтри. И она по праву считается одной из самых лучших в мире. Круто. Канада рулит. Поставьте лайк, если тоже считаете так. Но мы все-таки с тобой немножко отвлеклись. Давай мы вернемся к обвиненным адвокатам. Скорее всего, я просто уверен в этом, что их деятельность будут проверять, как и всех их клиентов. Есть большая вероятность, что люди, которые обманывали при подаче на беженство или на грин-карту, что они всего этого лишатся. В США подобные скандалы всплывают достаточно часто. Иванка, ты как канадский иммиграционный консультант, можешь рассказать про истории, как Канада борется с таким обманом и что вообще происходит? К сожалению, такие истории всплывают. И самая громкая история, такой скандал был сравнительно недавно с одним предприимчивым китайцем, от действия которого пострадало более тысячи человек, его же соотечественников китайцев. Во-первых, у него не было лицензии на совершение своей деятельности. Во-вторых, он делал незаконные вещи, он подделывал документы, тем самым делая резидентство и гражданство вот этим своим соотечественникам. Подожди, это что-то напоминает историю с русскими? Там русские русским помогают, а тут китайцы к китайцам. Да, таких помогаторов везде хватает, братья по разуму. Но у этой истории хэппи-энда не было. Несмотря на то, что он заработал более 10 миллионов долларов, его в итоге поймали, ему дали 7 лет тюрьмы, у него огромный штраф ему назначили. Самое печальное заключается в том, что пострадали эти люди, его клиенты, которые в большинстве случаев даже не знали, что они делают какие-то незаконные вещи. Часть их лишили своего статуса, они перестали быть резидентами, они перестали быть гражданами Канады. Да, печальная история, халявы не бывает. И, ребята, я надеюсь, что вы не обманывали при получении визы, гринкарты или ВНЖ. Также я надеюсь, что вы не покупали результаты IELTS, как иногда практикуются. Все это может закончиться печально. Иванка, а какой совет ты можешь дать? Ну, конечно, обманывать нельзя. Я не знаю законов Америки, а в Канаде с этим очень строго. Если офицер узнает, что вы обманывали каким-то образом, это откроется, то минимум могут запретить въезд на 5 лет, а максимум просто лишить статуса. Даже гражданство лишают за обман. Хорошо, следующий вопрос. Что ты скажешь про блогеров, которые снимают ролики для YouTube, и они говорят, что обращайтесь к нам, мы вам поможем эмигрировать? Ну, давай не ограничиваться YouTube. Есть куча социальных сетей, в том числе Instagram, в котором блогеры, пользуясь своей популярностью, людям за деньги дают советы, как эмигрировать в Канаду, обещают им помочь. Ну, не только в Канаду, но и в США. И так делать нельзя, что ли? Конечно, нельзя. Я не знаю законов Америки, но в Канаде деятельность эмиграционных консультантов регулируется специальным органом. Только лицензированный эмиграционный консультант, адвокат или нотариус из Кьюбека, они могут давать советы по поводу эмиграции. Наличие лицензии у эмиграционного консультанта очень легко проверить на сайте ICCRC. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на специальный сайт, где вы сможете проверить наличие лицензии у эмиграционного консультанта. Там вы, например, сможете узнать, есть ли лицензия у Иванки. Может, у тебя ее нет? У меня есть, но проверьте. Слушай, но вот в США же там ФБР поймало легальных адвокатов. У них была лицензия? Ну, конечно, но они же учили их врать. А, ну да, я тут уплёт от него. Я хочу добавить, что, ребята, не обращайтесь к консультантам в своем городе. Не несите деньги этим людям, потому что зачастую они не имеют никакого отношения к эмиграции. Вы даже не будете знать, какие документы от вашего имени они отправляют. Не забывайте, что незнание закона не освобождает вас от ответственности. Последствия потом будут отражаться только на вас. Ты вообще помнишь, как мы попали в Канаду? Да. Мы же как раз вообще не знали, что там есть какие-то лицензии, какие-то лицензированные иммиграционные консультанты, какие-то консультанты-призраки. Мы просто шли по центру Киева. Убили вывеску с кленовым листиком и решили к ним обратиться. То есть они заполнили наши документы. Мы им заплатили полторы тысячи американских долларов. Это первая оплата из трех всего, там, они нам считали 4,5 тысячи долларов американских, плюс стоимость за перевод документов и так далее. Мы перестали с ними сотрудничать, потому что комплект документов был заполнен неправильно. Там были ошибки. Хорошо, что нам предоставили документы. Мы видели, что они отправляют, потому что может же быть обратная ситуация, когда вы полностью доверились какому-то Васе, там, с улицы соседней, и он за вас отправил документы, потом окажется, что он что-то там нахимичил, обманул, и потом это всплывет, и вы лишитесь и ПМЖ, и гражданства. В общем, все будет неплохо. Да, я думаю, что наш иммиграционный процесс вообще мог бы пройти значительно быстрее и не затянуться на эти 5 лет. Мы ждали иммиграции более 5 лет. Ну, подожди, давай не пугать людей, не будем говорить о грустном. Ребята, документы на иммиграцию вы можете заполнить и самостоятельно. Это не обязательно принимать. Нет, не обязательно обижать консультанту, даже к лицензированному платить ему деньги. Притом большинство документов отправляются онлайн. Если же вы не можете выбрать себе программу, или у вас есть сложности с заполнением документов, или вы не уверены в себе, то тогда есть смысл обращаться к консультанту. Киванки, киванки. Но опять же, ребята, проверяйте лицензию и будьте очень внимательны в выборе людей, с которыми вы собираетесь работать. И обычно за консультацию нужно платить деньги. Мы разработали специальный сервис, он полностью бесплатный, где вы сможете примерно оценить свои шансы на иммиграцию в Канаду. Я оставлю ссылку, опять же, в описании к этому ролику, где-то тут в углу экрана еще добавлю. Переходите по ссылке и заполняйте анкету максимально правдиво, максимально подробно. И дальше искусственный интеллект проанализирует требования всех этих 100 плюс-плюс-плюс иммиграционных программ, потоков и сравнит с вашими возможностями. И программное обеспечение, которое мы разработали, оно не врет. Если вам скажут, что у вас слабые шансы, то они слабые. Скорее всего, вам, Канады, не видать, но точно так не нужно тратить деньги на консультанта. Если же шансы повыше, там, хорошие или отличные, только после этого вы уже можете платить деньги Иванке или какому-то другому иммиграционному консультанту, которому доверяете. И давайте подведем итоги нашего сегодняшнего ролика. Все эти аресты, которые сейчас произошли, они произошли по причине обмана. Я вам советую, никогда не обманывайте, если вы решились на иммиграцию. Все тайное становится явным. Мне нечего добавить. Ребята, ставьте лайк за информацию, которую вы узнали в этом ролике. Подписывайтесь на канал. Дерните там колокол, чтобы не пропускать выпуски с иммиграционным консультантом со мной. И до встречи в Канаде. Пока.